Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Гуманитарный груз от жителей Ненецкого автономного округа доставлен на границу с Донецкой и Луганской народных республик. Рак боится смелых. Более 200 жителей округа прошли обследование у ведущих экспертов-онкологов из Москвы. Буранды-2022. Традиционные соревнования на снегоходах прошли в эти выходные в Наринмаре. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Исполнять обязанности главы Приморско-Куйского сельсовета будет Марина Рассохина. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии депутатов сельского совета. Речь об этом шла в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора округа Юрия Бездудного. Напомним, экс-глава сельсовета Виктор Таратин досрочно прекратил полномочия руководителя Приморско-Куйского сельсовета. Две неочередные сессии были проведены Советом депутатов в Красном на прошлой неделе. На первой сессии было исполнено решение суда, которое вступило в законную силу по главе. И вторую сессию депутаты провели на предмет выбора в Рио главы. На обеих сессиях я был, обе проходили в дружеской атмосфере. Очень жаль и прискорбно, что телеграм-каналы, достаточно уважаемые, не проверяют информацию, которую публикуют. Сейчас написано, что в Красном есть какой-то кризис. Это абсолютно не соответствует действительности. Губернатор округа пожелал Марине Рассохиной успешной работы в должности, исполняющей обязанности главы сельсовета. И выразил готовность оказывать поддержку в решении вопросов муниципалитета. Исполнять обязанности главы муниципального образования Марина Рассохина будет до выборов. Дата их проведения еще не назначена. Марина Рассохина – музыкальный руководитель детского сада в поселке Красное. Является депутатом местного совета. Избирается уже четвертый созыв подряд. Гуманитарный груз от жителей Ненинского автономного округа доставлен на границу с ДНР и ЛНР. За пять дней машина со стройматериалами, стартовавшая из Сыктывкара, преодолела путь в 3850 километров. Фура со стройматериалами, приобретенными на пожертвования жителей Ненинского автономного округа, предпринимателей и общественных организаций, отправилась из столицы Республики Коми 16 марта. В субботу, 19 марта, грузовой автомобиль прибыл на пункт сбора гуманитарной помощи. Позавчера мы выгрузились в Ростовской области, в хуторе Заречный, передали им гуманитарный груз. Все прошло достаточно гладко, если коротко о поездке. Мы выполнили все, что запланировали. На сегодня проехали мы порядка, мы проехали точно 5169 километров, а дометр обнулили еще в округе на отворотке на Усинск. Чувствуем себя хорошо, погода классная здесь, тепло. Напомним, сбор средств и гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик был организован в Ненинском округе по инициативе губернатора Юрия Бездудного в феврале этого года. Дорога в поселок Красное открыта. Проезд фактически обеспечен для всех видов транспорта. Но работы по приведению дороги в нормативное состояние продолжаются. Напомню, 20 марта дорога на Красное была временно закрыта для проезда всех видов транспорта. Дорожники устраняли последствия метеля. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями проезд по зимнику Наринмар-Усинск остается закрытым для всех видов транспорта. Ограничение на движение действует с 18 марта. Уточнить информацию о состоянии зимней дороги можно по телефону, который вы видите на своем экране. Зимняя дорога в село Тельвиска открыта и функционирует в обычном режиме. В пятницу в Наринмаре завершилась акция «Рак боится смелых». Несколько дней московские эксперты, ведущие онкологи страны, делились своим опытом с местными врачами и обследовали более 200 жителей округа. По итогам всех мероприятий состоялся круглый стол. Подробности смотрите в следующем сюжете. Явного сусрата нет. Есть такие маловероятные, что это опыт в привателе. Мы взяли три очага. Акция «Рак боится смелых» несет в большей мере практический характер. На третий день пребывания московских экспертов на Наринмаре главный врач онкологического центра имени Николая Блохина поприсутствовал на проведении лапароскопии. Данную процедуру выполнил старший научный сотрудник Таракального отделения онкологического центра Амар Абухайдар. Лапароскопия является финальным этапом обследования пациента. Был выявлен рак желудка с переходом на пищевод. Причем образование четко определилось во время эндоскопии и подтвердился диагноз с помощью цитологического метода. Метода исследования клеточного состава этого образования под микроскопом. Диагностическая лапароскопия необходима для определения точного объема распространения заболевания. Как отмечают московские специалисты, Нинская окружная больница полностью оснащена всем необходимым оборудованием, которое позволяет выявить онкологию на ранних стадиях. Просто идеальное оборудование. У нас даже такого нет. Я шучу, конечно, да. Очень хорошее современное оборудование позволяет как раз выполнять такие манипуляции. Основной целью акции было не только обследование жителей региона, но и обмен опытом московских экспертов с местными врачами. Для региональных специалистов провели лекцию и практическую демонстрацию проведения биопсии. Наш доклад состоит из двух частей. Это теоретическая часть и практическая часть. Мы показали две биопсии. Биопсия глубокой локализации – это образование печени. И вторая была – это биопсия предстоятельной железы. На мой взгляд, это очень интересная локализация. Это сложная локализация, сложная для выполнения таких манипуляций в регионах. И поэтому мы показали местным коллегам, как правильно, безопасно выполнять эти манипуляции, для того, чтобы был качественно полученный материал и, соответственно, не было никаких осложнений у пациентов. Врач-эндоскопист Нейнской окружной больницы Олег Рохин работал вместе с Иваном Карасевым, специалистом из онкологического центра. Большой достаточно опыт в плане того, как они проводят процедуры, элементарные мануальные навыки какие-то подсмотрел у него, потом оценка картинки. Была ситуация, я буквально на этой неделе обследовал одного пациента, нашел у него, скажем так, онкологическое заболевание, показал картинку доктору, он пригласил специалистов, и человек уже получает помощь. То есть, считаю, это хотя бы даже элементарно из-за одного этого человека огромный плюс того, что они приехали к нам. Завершили акцию за круглым столом, за которым собрались врачи Нейнской окружной больницы и приезжие эксперты из онкологического центра имени Николая Блохина. В зале официальных мероприятий прошла также видеоконференция с участием докторов из других регионов страны. Говорили в том числе о федеральных программах борьбы с онкологическими заболеваниями. Это та программа, которая обустраивает онкологическую противораковую федеральную службу. И вот сейчас как раз идет ее становление. Открытие ЦАОПов, то, что приближает онкологическую помощь к пациенту, оснащение и повышение компетенции онкологических диспансеров. И все это во взаимосвязи с федеральными центрами. В рамках акции «Рак боится смелых» обследовано 240 жителей округа. Из них у 21 пациента выявлено подозрение на закачественное образование. У 10 пациентов подтверждено раковое заболевание. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». «Бурандэй-2022» – традиционные соревнования на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза. Герои Российской Федерации Артура Челенгарова прошли в эти выходные в Наринмаре. Местом проведения гонок выбрали территорию в районе войсковой части. Заезды состоялись среди мужчин и женщин на снегоходах «Буран» и в классе «Свободный». Особенность «Бурандэя-2022» – соревнования носили благотворительный характер. Телеканал «Север» ввел прямую трансляцию на протяжении всех гонок. Новые локации проведения соревнований для спортсменов были оборудованы сразу две трассы. Одна для снегоходов «Буран», вторая для высокоскоростной техники. Длина 1-й 1200 метров. Гонщикам предстояло преодолеть 7 кругов. Вторая скоростная – 700 метров и 10 кругов для спортсменов. Основные гонки начались после традиционных отборочных заездов. Спортсмены выступали в четырех классах – женский заезд, гонки ветеранов, заезд среди мужчин на «Буранах» и класс «Свободный». В женском заезде победу одержала Любовь Балакшина из «Андига». Это не первая золото участницы. В 2020 году она уже становилась лидером гонок. Любовь, вы победили? Да, победила я снова чемпионка. В какой раз вы чемпионка? Второй раз чемпионка. Как часто вы участвуете? Пятый год. Сложно было, как трасса, как впечатление. Конечно, всегда сложно, всегда эмоциональный адреналин, но нравится, очень нравится. Дарья Христолюбова из деревни Лабожская завоевала серебряную медаль. Ольга Попова впервые участвовала в соревнованиях и стала обладательницей бронзы. В заезде на «Буранах» среди ветеранов первым стал бессменный лидер гонок Василий Рочев. Это уже третья его победа в соревнованиях. Второе место занял Василий Попов. Третье место взял многократный чемпион Бурандея Валерий Христолюбов. Михаил Балакшин, отец-победительница в женском заезде, тоже соревновался. Он не стал первым в ветеранском заезде, но своим участием поддержал дочерей. Одну дочку готовил знакомый, а вторую муж. И они тоже выросли на «Буранах», поэтому катаются свободно. В классе «Свободный» победу одержал неоднократный участник гонок Алексей Стримаусов. Это не первое соревнование на снегоходах для Алексея. Участвую я третий раз на «Бурандея». В этом году выезжали два раза в набережные Челны и в Киров. Тоже считаю, успешные гонки были. Сейчас занял первое место. Очень доволен. Сергей Стримаусов, отец-победителя, поддерживал Алексея на старте и финише. Помогал не только снегоход подготовить, но и морально настраивал сына на соревнования. Говорит, любовь к снежным машинам появилась у Леши еще в детстве. В прошлом отец-чемпиона сам был участником соревнований и брал призовые места. Гонял. На снегоходах были призовые места и все прочее. Ездили за границу. Все с этого и началось. Дети подросли, потом они подтянулись. Сказали, за границу ездили. Это международное соревнование? Ну да, Норвегия. Рыбинск, Уфа. Команды от снегоходов «Буран» ездили. От округа гоняли. Второе место в классе «Свободный» у Виталия Стримаусова, а третье призовое взял Владимир Пуляев. В классе «Буран» среди мужчин победил Алексей Попов. Второе место занял Михаил Кренц. Третье – Антон Калий. На закрытии соревнований победители и призеры были награждены медалями, кубками и денежными сертификатами. «Буранды» в Ненецком округе проходит в 26-й раз. И популярность соревнований только растет. Участие в гонках принимают семейные династии. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил создать на Ринмаре детскую мотошколу. В этом году мы создаем именно детскую школу. Для этого, безусловно, потребуется определенная техника. Ведь ребенка не посадишь за такую машину, на которой мы ехали. И за «Буран» не посадишь. Помните, как там руль поворачивается? Это нужна специальная техника, и мы ее уже заказали со всех маленьких. Кроме этого, в планах в следующем году организовать снегоходное ралли до Индиги. Основная особенность «Буранды» 2022 года – благотворительный характер. Средства собрали на поддержку Мстислава Никонова. В гостевом городке были организованы торговые палатки, сделанные в НАУ, а также и ресторанный дворик. Предприниматели собрали порядка 100 тысяч. Волонтеры – более 50 тысяч рублей на лечение подростка из села Тельвиска. Генеральным партнером соревнований по кроссу на снегоходах «Буранды» традиционно выступила компания «Лукоэл». Любишь кататься – люби и санки украшать. Именно такая вариация народной поговорки подходит для конкурса «Веселые сани», который прошел в рамках развлекательной программы на мотокроссе «Буранды-2022». Какие сани стали самыми красивыми и надежными, смотрите в следующем сюжете Катрины Тайбарей. Конкурс «Веселые сани» уже стал доброй традицией самого масштабного праздника Нинского округа Бурандей. Елена Черепинина представляет сани каждый год за исключением 2021-го. В этот раз женщина представила скатерть-самобранку. Вот у нас есть такой костюм тоже самодельный, что к этому костюму нужна скатерть-самобранка. Вот мы ее сделали и попробуем скатиться. Какой творческий конкурс обойдется без сказки? Надежда Мяндина, Ольга Хабарова и Николай Денисов в своих санях показали сказку «Гуси-лебеди». Как говорят творцы, сказка – это начало всех начал. И мамы нам рассказывали, и мы рассказывали своим детям, и уже внукам рассказываем сказки. Поэтому сказка – это зернышко, которое зарождается и показывает эмоциональное настроение человека. Сани на конкурс команда создавала все вместе, и у каждого была своя важная роль. Я вообще такие гигантские не делала сани, но там, когда вот эти закрепляли, я придерживала. Да, мы готовили сани долго в этот раз, около трех недель. Да, с первого марта, и вот буквально закончили вчера вечером. Общими силами команда завоевала третье место на конкурсе «Веселые сани». На праздник показать свои сани прибыла жар-птица с острова Буян Татьяна Золотоева и угостила всех гостей праздника молодильными яблоками. Лучше жар-птица в руках, чем журавль в облаках. И у меня даже есть, поскольку я жар-птица с острова Буян, жар-птица, почему Иван дурак и Иван молодец, всегда хотел поймать жар-птицу, потому что у них были молодильные яблочки. И вот у меня есть молодильные яблочки, которыми я могу угостить всех желающих. Ольга Попова на конкурс представила сани, которые были изготовлены в 1994 году и ее дедом Вячеславом Поповым. Сани выполнены вручную. На конкурс в окружную столицу их привезли из деревни Макарова. Сани в единственном экземпляре, ни у кого больше таких саней нет, ни в округе, ни в России. Считаю, что это искусство, это наше семейное искусство. Каталась маленькая я, каталась моя дочь. Надеюсь, внуки будут кататься, потому что они сделаны с любовью. Нинецкий округ нельзя представить без ненецких саней. Надежда Евтыса со своей внучкой Ириной Вокуевой представили детскую версию женских традиционных саней. На конкурсе женщина представляла свои сани в ненецком костюме Канинской тундры. Это санки дедушка сделала для своей внучки. По итогам конкурса победителем стала команда «Вдохновение» и в качестве вознаграждения получила денежный сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Второе место и 25 тысяч рублей достались Машеньке и Медведю. А третье место и приз в сумме 20 тысяч рублей забрали герои сказки «Гуси-лебеди». Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Без тех, кто вывозит мусор, занимается ремонтами, парикмахерским делом и многим другим, сложно себе представить комфортную жизнь. Для них неважно, сколько градусов за окном идет дождь или метель. Своевременный вывоз мусора – залог чистоты в любом населенном пункте. Анатолий Чуклин практически всю трудовую жизнь за рулем. Несколько лет был водителем автобуса, а сейчас пересел на самосвал. Мусора много. Ежедневно у людей собирается вывозить мусор. Если не вывозить, то что-то будет твориться тогда в бардак. И экология. Сейчас за экологией все бьются. Поэтому я считаю, что одна из наиболее значимых сфер вывоза сквытовых отходов. Работники предприятия, вывозящие мусор, периодически сталкиваются с припаркованными впритык площадкам машинами, а также с тем, что жильцы домов оставляют мусор у контейнеров. Стараются аккуратно, но бывает, да, конечно, мило бросают, но не очень приятно. Приходится собирать это все, растаскивают собаки и все это, ну, как бы, наверное, не знаю, культура. Культура пока у нас не очень у людей. Бывает, бросают. Я даже видел, вот здесь холодильник прям стоял в баке. Ну, зачем такие крупногабаритные ставить? Свой профессиональный праздник Анатолий отмечает в последнее воскресенье марта. День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Профессия его коллеги Сергея Мартынова тоже относится к сфере ЖКХ. Без осенизаторских машин в неблагоустроенном жилом фонде Наринмара никак не обойтись. У нас в условиях вечной мерзлоты много очень септиков. И, естественно, все это надо откачивать. Кто кроме нас? В автотранспортном предприятии вывозом сточных вод твердых коммунальных отходов занимаются 17 человек и 13 единиц техники. Всего в Наринмаре в сфере ЖКХ и бытового обслуживания относятся несколько предприятий и организаций. Среди них комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, которому 21 марта исполняется 16 лет. В комбинате по благоустройству работает более 80 человек. Это банщики, гардеробщики, сортировщики мусора. Спектр работы нашего предприятия очень большой. Это от бытовых услуг до оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Среди сотрудников комбината есть те, кто стоял у истоков развития предприятия. Трудовой стаж Ирины Рудной 30 лет. Все эти годы она непрерывно трудится на благо жителей города. Пользуются спросом, приносят куртки, пледы, чехлы, постельные некоторые задают, у кого нет возможности, организации привозят. Сфера бытового обслуживания – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Это профессиональный праздник тех, кто занимается тепло- и водоснабжением, утилизацией мусора, благоустройством территорий, парикмахерским делом, пошивом и ремонтом одеждам и многими другими направлениями. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.